В Гербарии представлена флора всего центрального Черноземья, также захвачена территория с Украины. На востоке это Пензенская область, на севере это Московская область, и на юге это Украина, Харьковская, Луганская, Донецкая область. У нас сборы оттуда. И поэтому Гербарий называется Гербарий средней русской возвышенности и сопредельной территории. В настоящее время в нем представлено около 40 тысяч гербарных образцов. Это приблизительно около 2000 видов. Гербарий имеет международный индекс. Семейства и рода разложены по международной системе общепринятой в Гербарии Энглера. Внутри родов растения располагаются в алфавитном порядке. Ценность нашей коллекции заключается в том, что такие сложные таксоны, как ястребинки, некоторые рода семейства крестоцветных, розы, проверены ведущими специалистами. Поэтому в Гербарий часто приезжают аспиранты, дипломники для того, чтобы уточнить точную систематическую принадлежность того инвалидного таксона, какие-то признаки, расширить представление оба реалии. Гербарий является дополнением таких крупнейших коллекций, как Гербарий Московского университета и Гербарий Ботанического института. Поэтому, конечно, ценность Гербария очень высокая. Начинал он создаваться еще до войны, в 1938 году. К сожалению, довоенная коллекция была утеряна. И лишь только часть ее уже из Германии вернулась в Воронежский университет. И начиная с 1945 года коллекция начала создаваться заново. С 1945 года. Ядром коллекции являются редкие и эликтовые виды известнякового севера среднерусской возвышенности. Начинал создавать Гербарий и продолжал после войны Сергей Владимирович Голицын. Известный ботаник, систематик, очень хороший специалист по различным таксонам. И в настоящее время Гербарий носит как раз его имя. Имени Сергея Владимировича Голицына. Об этом хотелось бы сказать особенно, потому что удивительный человек был. И вот, может быть, коллекции Гербарные, их смысл еще заключается в том, что некоторые образцы были собраны. У нас есть раритетный Гербарий еще в XIX веке, конец XIX века. И эти образцы у нас есть. У нас хранятся образцы Гербария Юрьевского университета еще. Это виды, которые были собраны такими известными учеными, как Алёхин, Сукачев, Хитрово. В этом смысле Гербарий, конечно, имеет не только научную ценность, но он хранит даже память о тех людях, которые прикасывались. Потому что эти образцы были собраны их руками. Это удивительно. У нас существует в Гербарии несколько фондов. Основной фонд, о котором я уже говорила, обменный фонд для обмена с другими научными учреждениями. Он тоже насчитывает достаточно большое количество образцов. И демонстрационный Гербарий, который мы используем для того, чтобы не основной фонд не часто доставать. Потому что образцы некоторые хрупкие, для этого демонстрационный Гербарий используется. Помимо Гербария высших растений, таких как покрытые семенные, у нас есть Гербарий мхов, бриологическая коллекция, достаточно большая. Поэтому, конечно, Гербарий имеет огромную научную ценность. Гербарий образец является подтверждением того, что этот вид в данном месте произрастает. А дальше тянется цепочка научных исследований в разные стороны. Например, некоторых ученых интересует география распространения вида или возможности его произрастания в тех или иных местах обитаниях. Если Гербарий образец это подтверждает, то в научном мире это достаточно весомый фактический материал, на основе которого строятся разные флоры. Потому что если нет Гербария, подтверждающего, что в списке того или иного региона списки включают те или иные виды растений, то, в принципе, так не принято писать списки по наблюдениям. Я видел там, например, это растение. Обязательно должен быть Гербарный образец, который подтверждает, что это растение там произрастает. Ядром коллекции является Гербарий редких и реликтовых видов растений. Этот Гербарий создавался для того, чтобы показать географию этих уникальных для европейской части России видов. Они встречаются в горных районах в Европе. Это Альпы, на Кавказе или на Урале. Кроме того, здесь были обнаружены растения, которые характерны для подтаежной зоны Западной Сибири. Это огромная группа западносибирских видов. Помимо этих двух групп, западносибирских и кавказских видов, здесь были обнаружены растения, характерные для пустынных и полупустынных территорий Средней Азии, северных районов Монголии. Вот такие совершенно разные по своей географии и экологии виды были обнаружены в заповеднике Гальчика, были обнаружены в местах выхода дивонских известняков. И позднее самые интересные участки были включены в состав заповедника. И практически на всех участках в той или иной степени эти уникальные виды растений представлены. Они представлены также и в Гербарии. И при создании Гербарии основной целью являлось показать географию распространения этих видов. Поэтому редкие группы растений собраны из максимально возможных точек именно европейской части России. В связи с этим удалось написать такие фундаментальные сводки по Липецкой области, как флора Липецкой области, кадастр, редкие виды сосудистых растений Липецкой области. Все эти работы невозможно было бы сделать, если бы не было Гербария. Редактор субтитров А.Семкин